Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА сериала на восьмерых в Сидмер Сивилизейшн 6, в котором я играю за Польшу. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. А вот не воевал бы ты, Грей, с Ацтеком? Я думаю, Ацтек бы не дал так спокойно шотландцу там расселиться сверху от себя. Нет, он бы дал бы. Да, он, да, расселяться, он вообще не любит людям давать, я заметил. Он так же быстро в домике. Я с ним поговорил, он сказал, что мне можно поселиться. Ну, он был немножко занят просто. Ну, я предлагаю еще один ход, чтобы в следующую, в следующую эру выйти. Алявный союз. Ну, в смысле, кризис. Опа, а вот что нам будет, Теор. Так может, мы... Я ж могу это принять. Что ты наделал, Эмвиктус? На этой мажорной ноте мы сохранимся. Не, на следующей. Там один ход. И человек походит на замену, а там... Гангубан. О, Леша, подблодки. Зачем ты вообще объявил войну? Это же не Виктус. Не, ну я приму. Что-то я это зря сделал. Ну, да ладно. Всю игру, короче, это... Эмвиктус какой-то гич, твари. Кто пойдет Египет бить, ни за что тут теперь. Чего вы не понимаете в колбасных обрезках? Ну, дичь, ребята. Почему дичь? Ну, монахи в бой. Столько защищал Эмвиктуса, чтобы в итоге его захватить. Говорит, сейчас уже на этом этапе это не надо. Не, ну, одно дело, когда ты один на один воюешь. Другое дело, когда сейчас это будет за пять ходов сделал. Это же не сказывается в моих достатках в войнах. Не достаток опыта. Честно, думал, что одной артиллерии будет достаточно. Не, ну, чтоб пять желать. Грей, а как же караванчики союзная? Так, что ты убиваешь, так ли в Тибет про? Ну, нет, ты говоришь, что ты будешь меня убивать, я тебе говорю, как же караванчики? Ну, еще пошелись. Ты не можешь ее ловить? Что? То есть, чтобы ты дал мне союз, надо, чтобы Леша перестал существовать. Лешка, идешь на меня войной? Ну, я принял, принял, да, против тебя. Просто хватит уже на карте вытворять какую-то дичь. Все было бы намного проще, если бы мы все сидели и не дергались во все стороны. Просто сидели дома, строили? Ну, посмотри, я вот просто сидел, да, я воевал 90 ходов, у меня 400 науки сейчас. Вы просто сидели, я не понимаю, почему у вас такая же ситуация, как у меня, честно. Правда, я армию постоянно строил. Мне просто не давали ни на кого напасть, вот и все. Нет, смотри, смотри, как он. Я вот вообще в войне ничего не потерял. Всю игру строил домики и заказывал монахов. А тут он говорит, я всю игру воевал, у меня столько же, сколько у вас. Ты как бы определись? Ситуация меняется, контекст, понимаешь? Контекст. Я вам говорил еще тогда, что нельзя давать ему захватывать... Вообще никому не стоит давать захватывать кого-либо. Ну, там просто отдали Ацтека столько соседей вокруг. Ну, тебе просто повезло, что у тебя Египет и Инвиктус с соседями были на самом деле. Ну, да. Ну, как повезло, я бы мог из-на-два фронта воевать. Ну, так, пожалуй, но тогда бы ты Ацтека и не забрал, правильно? У меня не с ним завоевать. Черт его знает, я не знаю. Я же с Крестовым поход, без Крестового похода я бы его не забрал и так. А с Крестовым-то там юнитов-то надо. Один монах, четыре мушкетера убить может. Ну, не прокачанных. Шаолинский только, необычно. В общем, я пошел спать. Ты же сохранял этот ход сначала? Нет, почему, следующий, подожди. Следующий? Ну, потому что начало эры будет. Следующий. Сейчас в эру как раз выйдем, там еще кризис приехал. Не, ну я кризис выполню, чисто выполню кризис, мне денег даст нормально. И все. И они будут там бегать по всем этим городам. Тысячу получу. Неплохо. А ты, Алексей, как бы на моем месте поступал с войной, ты бы пошел воевать с Грэем? Конечно. Ну, если ты видел, что у меня были войска, не знаю. И все, мне не хватило одного очка, и одного очка, и все, да, зло, твой фиг. Бывает. Не расстраивайся. Да не, на самом деле, за немца вообще, зачем он был на меня нападать? Ему надо было развиваться. Мы... себя выдержим. За эсминец я получу очки эпохи? Не знаю, нет, наверное. Только за ресурсы, которые... Ну, это вроде у них новые эпохи, хотя я и не знаю. Попробуй. Не, ну там же железка должна быть, или... За броненосец мне два дали. Не, стоп, эсминец? Он же ничего не требовал. А, он ничего не требует. Этот требует уголь, либо броненосец, либо линкор. Под коровьем был. Все поведено. Броненосец я не могу построить, просто потому что... У меня в эсминцах как бы сложно броненосец построить. Если ты про них говоришь. Вот. Но если он уже построил линкор, ему не дадут, потому что он уже Google использует. Google использует уголь? Да. Вот прям чувствовал, что вот у него уникальный юнит есть, вот он там распространил крестовый поход. Это вот прям ощущается. Да у них и пятерка на синглплеер. Ну, я бы не сказал. В пятерке там очень хороший, именно в плане боев, да? Боевки вполне себе. Не знаю. Качественный баланс. Ну, понятно, не берем там экскому стелси. Это все не берем. Крепости и ядерки под экскомов. Вот. Это мы не берем. Глубокий лейт там, да. Не очень. А вот именно этап, ну вот, мечники, арбалеты, мушкетеры у меня там вполне себе. Я, наверное, не помню, чтоб мечников так сильно издали. Ну, понятно. Но как бы вот именно в первой половине игры более я там как-то... Грей забирает личного ученого. Я ход закончил. Поэтому... Он мне так достанется, видим. Грей не хочет там на Шотландию пойти? Поконкурировать. А Алексей на... На Америку. На Америку я точно не пойду. Просто потому что... Мы... Мы... Мы сдохнем в ядерном угаре тогда вдвоем, я думаю. Я вот только на меня вообще не ходить. И реально, чего же вам не договориться? Одни воюют. А ты карты посмотри. Смотрю. Нормально. Тяжело ко мне прийти, Грей. Снова все на поддержке, какому-нибудь флоту, вообще невозможно. Чем мне там делать? О, Межзолотой век начал. Но всем втроем пилить меня, значит, они все будут в союзе, и не будут воевать с другим другом. Ужимные веки, Египет, Грузия, и... О, детка. В самый лучший век вышел. Да, я те же говорил, что мне там... Закончил ход на автоприлоте и забыл купить этого великого человека и получить последний очко века до золотого. Как раз вот того, которые тебе говорят взять, предстоит все еще есть. Нет, до этого я как бы когда там мой помощь, мы обсуждали, как можно добирать очко, и там вот пока думал, как вспомнил про это возможность купить человека. Ну, блин, производство плюс 10 процентов. Это был за неделю, да? Давайте пульс паровой машины все. Блин, ну серьезно, мне полтора месяца только опыта онлайн-вых игр. Ну, в смысле, он вставил шестое. Че ты это? Нормально. То только тут, по-попопахнуто. Самое главное, вот в любой игре с Халецкой, это скинуть на него ядерку. Если не скинул, считай, что не играл. Я вот... Ладно, вру. Один раз кидал. А в деле, что я считаю, нужно переработать систему религии все же в этой игре. Отлично, религия работает. На плюс 5 сделать бонусы все. Нет, не в этом плане. А в плане, что ты строишь, допустим, святые места, получаешь пророка и как бы все. Нет, на самом деле бонус вера очень сильный. Очень большой бонус тача. То есть он универсальный и он сильный. И как бы... Можно... Любого человека смотришь, ученые на универ... Бах, купил. Все, ты уже в профите. Можно не идти в лабы, а пойти по низу просто в атомные танки. Потому что этот Эйнштейн плюс 4 дает, а лабы плюс 5. То есть ты и промку не тратишь на лабы. Вообще это самый лучший ученый на плюс 4. Так, дело в том, что еще лабы не бустятся от ггшек. Да, лабы еще от ггшек не бустятся. То есть на плюс 4 это самый-самый-самый важный ученый. В эти... В радиовышке там хотя бы музыкальные шедевры можно запихивать. А лабы вообще юзлис. Нет, если нет на плюс 4, это печально. А если есть, то... Нет, ну как бы лаборатория получает бонус от карточки, от рационализма. Так что... Ну, так ученые на плюс 4 тоже получают. Ну да, это понятно. И радиовышки тоже. Там уже разница существеннее. То есть лаборатория... Сейчас вот... Сколько она мне? 7 науки мне дает лаборатория. Почему 7? Потому что 5 плюс 2,5. А, ну вот. 7 науки. Ну, нормально, по-моему. Какое-то неправильное купление. Чего-то, кстати, хоть не переходит. Вот еще не закончил. Это я, я хожу еще, да, сейчас. Ты не можешь ли в союз кинуть? Пока я... Ну, могу. Ну, ты его не примешь, ты его не сможешь принять. Кто мне кинет в союз, я вас боюсь. Вот я тебе кинул дружбу. Что, можешь принять? Не могу. А кто это говорит сейчас? Это качечка. Говорит этот. Кто, кто тебя не любит в этой игре? Качечка заключит два союза и улетит в космос. Кто улетит? Ну, что вы говорите? У Грея столько же науки, у Леши столько же. На 40 меньше. Не, я на самом деле, в любом случае, у меня все хуже, чем у них. Потому что у меня тех-то меньше, значит, те. Но это пока... Сейчас Амер вставит картридж. Да, я вам еще напоминаю, что когда кто-то строит проект Манхэттен, идет голосование. Не забудьте сообщить, что вы построили проект. А можно проект Манхэттен не достраивать на один ход? Ну, можно. Пошел лобус. Так, а в чем прикол этого? Ну, тогда и голосование не будет идти. Не будет голосования? Если кто-то откроет, то сразу вот это же. Не откроет, а построит. В чем проблема, это я вообще не вижу. Строишь спокойно проект Манхэттен и крепаешь ядерки. Ограничений нет, поэтому еще просто. Так, тебе тогда надо будет сказать, что у тебя проект Манхэттен, ты клепаешь ядерки. И в чем, ну, блин. Нет. Нет. Кто у нас в темном веке? Я. Ага. Ну, у нас две потенциальные ядерные сверхдержавы. Да, нет. Тут 100 науки и, чтобы ядерки открыть, надо 20 ходов. Ну, ладно, одна. Кто одна? Мелеша? Грузия. А, нет, Мелеша. Грузия? Да, нет. Ой, Грей. Фу-фу-фу, Грей, нет. Там страна-изгой, говорят. Слух прошел. Кто говорит? Я вот со страной-изгоем готов дружить до посинения. А вот этот он сейчас пишет, что, типа, у нас с тобой истек союз. Пощепление ядра ускорено. А, взяли ученого. Вот видите, работаешь. Если будешь кидать ядерки, то смысл у меня юнитов даже кидать сюда входим. И ракетостроение. Вробки. Не, слушайте, все-таки великая библиотека, великая вещь. Что вы сейчас берете ученых, и у меня только эти... Ускоряются. Техи. Очень полезное чудо. Очень полезное. В смысле? Мы берем ученых, и у тебя всякие ускоряются. Ну, почитай, как сейчас действует великая библиотека. Когда кто-то берет великого ученого, у меня ускоряются техи. Случайные. Все. Покеды Египет. Блин, мне бы с немцем мир заключить на самом деле. Пять ходов. Я зря им воевать стал. Я может... Да не, нифига мне. Мир с ним надо заключать. О, а, этот идет в джунгли. Так, исследовательские гранты. Тут электростанция есть. Здесь надо электростанцию, кстати. Еще и броненосец подъехал. Ну, что ты будешь делать, Алексей? Я хочу, чтобы ты... Апнулся. Боялся. И апнулся тоже, да. Это будет весьма накладно. Красиво. Какие у тебя тут фрегатики с коперками и броненосцы армады стоят, а? Это все достояние Ее Величества. Время апаться. Прям сейчас. По следующим ходам. Ой, третий блю... Апайся. По следующим ходам. Апайся. Ум, давай. Ну, ладно. Так, вот аппельс. У тебя не повадно было. Вау. Кто? Серьезно? Один хп остался? Три. О, аппарк завершен. Так, давайте глянем, каких невеликих людей можем купить. Вот этого торговца мне бы очень хотелось, но я боюсь, что я его не получу. Вот, а вот здесь вот этого инженера. Чего как-то я выбираю великого этого писателя, он у меня предлагает ограбить караван Леши. В каком смысле? Ну, в прямом смысле, когда у меня твой караван подсвечивается таким красненьким. Ну, так грабить. Грабить, да. Писатель этот... Бандит. Бандит получает. Картовский какой-то, наверное. Я тебе скажу, почему. Потому что у меня танк рядом. Это значит, что, ну, зона контроля. Ааа, вот оно что. Не, караванты я бы все равно разграбил. Надо от несчастья избавляться. Ну, давайте, может, в зоопарк. Как молодым городом. Атландец. Чего? Как насчет Союза? С кем? Ты хочешь шотландец, блин. Грей. Грузия. Грузин. Я же предложил тебе сделать. Кстати, а что ты мне не предложил, Союз? Это жил. А, сорян. Есть точно. Не знаю, не открывается. Отзови, пожалуйста. Я предложил. Странно, я не могу тебе... У меня не нажимаются никакие кнопки вообще. Предложите. Давайте еще раз попробую отправить. А, у меня ход почему-то... А, понял, я бы ход завершился каким-то образом. Так, и что у нас с политическими курсами? Тут дополнительная наука, содержание юнитов. Ваши торговые пути к союзнику. Грузин, смотри, предложение еще. Республиканское наследие могу взять. Торговое наследие. О, слушай, грузин, а как-то мы автоматом, что ли, мир заключили? Я просто не понял, почему мир... Если приняли союз какой-то, ну, события... Нет. Вроде никакой не принимали. Мне нету ни одного вместе с грузинами. Ну, вообще, ты объявил мне войну... Через кризис. А, когда... Нет, до этого еще. Когда напал на... А, Египет сейчас, Египет убил и может, типа, все. Нет, у меня есть... У меня кризис против тебя. Расплата за предательство. Заходите в городе Тбилиси. Он и висит так. Но... Кризис был после... После этого. Больше гиперсменяется. Когда ты убиваешь, ну, союзника полностью, типа, второй выходит из войны. Не знаю. Игорь, с таким не сталкивался сейчас. Так, когда у меня бегают? Ну, да, к американцу бегают. Сейчас у меня сразу больше стало прирост денег. Ну, я награду получил. Там немного, тысяча, правда. Все, и там что-то еще плюс какой-то. Торговые пути между целью и городами государства. Это плюс два золота. Ну, так. 1200 зол. Не смешно. Водная война оскорен. Водная война оскорен. Ну, смотри, сколько районов. Там вот, если, по-моему, в лимит районов, то демократия круче. А если у тебя чуть больше, там, 15 жителей, допустим, то вроде коммунизм. По-моему, так. Ну, посчитай просто. На единицу населения. Ну, проекты сейчас же делать надо. Наверное, демократия круче. То есть одно жилье на район. Так демократия же сейчас на проекты никак не влияет, нет? А, нет уже? Блин. Тогда ладно. Да, но коммунизм, видите, дает производство только в губернаторах. А, там только в губернаторах. 0,6 производства на единицу населения в городах с губернаторами. А демократия дает производство и плюс одно жилье на район. Стоп, подожди. Это же бонусы наследия. Подождите, это бонус наследия. А так вообще демократия это скидка 25% на все покупки за золото, а коммунизм плюс 15% производства. Не, ну, конечно, коммунизм тогда круче. Срывки и карты ставить. Ну, зачем скидка 25% на покупки за золото? Там больше коричневых карточек влазит в коммунизм. Я, кстати, очень часто пользуюсь этим. Ну, когда на культурную победу играю, вообще всегда. Да, вы правы, но у меня, как Польша, у меня одна красная карточка универсальная. То есть, в принципе... Не, я имел в виду именно бонусом за скидки. То есть, это прям очень круто заходит. Там можно купить стадион там за 700, а не за 1100. Это прям... очень радует. Кто-нибудь пробовал играть через Рейну и ее бонус прокачивать на покупку районов? Нет. Долго сильно ходит. Нет смысла. Как по мне. Я с компом сейчас в партию играю, пытаюсь, как у вас, покупать район. Ну, что, давайте, в принципе, можно... Построим 10 ходов. Ну, все равно она очень много... Она очень много времени проходит, ничего не делая. Не давая своих бонусов в гавани, в голде. Каким образом у меня в Париже минус 7 довольства стало, вдруг? Из-за войны. Повоевал немножко. За 3 года-то? Ну, я тебя вроде юнитов поубивал. То есть на чужой территории. Ты как войну объявлял? По квесту, распаду за предательство. Да нет, это тебе войну объявили. Да, мне объявил войну юмец. Не имеет значения. Ну, как не имеет? Карта чуть-чуть, главное. Все остальное фигня. В смысле, не... Как-то не имеет значения на довольствие. Почему тут карточки? Ну, хорошо. Вот, объявил войну. Распад-то за предательство. Там у всех людей тогда точно такой же бонус. И когда объявляешь, там всем одинаковый бонус. Если ты объявляешь внезапную войну, вам обоимся внезапно идет штраф. Если ты объявляешь войну, подождав 5 ходов, вам обоим идет штраф, будто бы вы обождали 5 ходов. Что так, что так. Разницы никакой. И решают карточки. Я все равно не понял. Если вы объявляете внезапную войну с запретельным штрафом за милитаризм, то я получаю штраф такой же, как тот, кто меня объявил войну? Да. Забавно. Я сам офигел, когда узнал. Нет, это так и есть. Я всего про карточки не понял. Но имеется карточка на штрафы за милитариусу, наверное. Тогда вот эти две карточки и три. Так же можно сказать, что и карточки то же самое. То есть я думаю, что оба человека могут поставить 5-ти карточки. За коммунизм ставишь 100% либо вообще на своей территории, когда сражаешься у тебя 50% только идет. Если он на чужой территории терял юниты, то там, конечно, очень грустно будет. Плюс Париж это захваченный город, там больше себя стакает. Просто Париж самый высокий город. Вот сейчас я с ним уже проблемы. После окончания войны, как город уже твой, там нету никаких модификаций театральных площадей. Там нету модификаций, но в захваченные города быстрее идет усталость от войны. Нету, но можно открыть. Модификатор, о чем ты говоришь? Захваченный, когда ты в войне. Нет, вообще. Вообще. Нет, вообще. Он может открыть и посмотреть, что у него в захваченных городах большой минус усталости от войны, а в своих по-0. Там нужно в Париже 21 житель, а в его городах 17. Именно поэтому. Ну да, это самый большой город и первый получает усталость. Немец, я смотрю, тебе нужно сосредоточиться на обороне столицы и отбросить ненужные периферические города. Ты мне уже по барабану знаешь. Я тут так. Значит так, пан Алексей, вы имеете наглость угрожать мне. Нет, я тебе не угрожаю. Но ты припрылся к своим флотам. А вот подмен. Ну я наблюдаю за твоим флотом. Помнишь, в прошлый раз ты тоже плавал моих границ? Ты сказал, что я слежу за твоим флотом. Вот сейчас я слежу за твоим флотом. Понятно. Там такое состояние на границах. На трекатчике заметил, что я пропустил тебя за Дон Кихоты. Нет, нет. Я с другим знаю. Начал. Метерсности. Ну так вот, знай. Теперь ценят у ворона в ответ. Нет, вошад. Буду отступать, конечно. Ну и надо... Так, что мне надо подстроить? Раз линкор, два линкор, три линкор, четыре линкора надо подстроить, как минимум. Ну, одиночных, чтобы армаду сделать. Так, линкор. 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 Ну, что берите, сняли уже эту религию. Ну, так и есть. В постоянной войне. Что поделать? Да ладно, разграбила. Немец, давай ты не будешь грабить мои торговые эти, я же с тобой не воюю. Да? Ну, короче, караван подвернулся, сорян. У меня стоит куча армии под Гайдельбергом, но мы как бы договорились с Инвиктусом, что я чисто Египет беру. Я не помню, почему я в войне с немцем, по какой причине. На союз, видимо. А, наверное, на союз, да. Нет. Я как бы там тут залез, караванчик американский пограбить, но что-то не так. Вступаем. Ой. Поэтому вот имеем что-то... Я на эту танку ехал обратно? Да, конечно. А что мне тут делать? Ну, эту я буду тут держать. Я буду сюда ядерку бросать. Видите, подлодки. Вон, пускай просто постоит пока. А у меня быстрее юниты бегают по воде, потому что колосс есть. Блин, качечка меня тупым скотом обозвал. Когда? Ну, сейчас объявление войны от Шопландса. Тупые скоты. Ну, что есть? Это было грубо. Прости. Так, производство, 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 где больше денег. У тебя, маяк, да? У меня маяк, да. У меня не победить, тогда вытывай. Это хорошо. Сдавайся, качечка, сдавайся. Я готов на мир вот за Абердины Данте. За Абердины Данте? Ах, 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 ах. Я вот так тут должен сделать, да? Нет, я никого не делал. Мне так нравятся эти два города, рядом с этой непонятной горой. Вулкановской. Ты американец тоже садишь в Америку? Шотландец и те войну убил, он может и к тебе подплыть. Я не представлял его войну. Я не представлял войну, у нас дружба. Потому что, собственно, вся эта история с Германией началась после того, как я опровечиво подружился с шотландцем. Ну, вот зря ты это сделал. Ничего не зря не слушаю. Так, давайте мы на всякий случай арту к этим городам приведем. Подойдёте, собираешься вообще, американец? Так я там вообще-то в Кельде. Ну, тут 4 юнита я всего вижу. К сожалению, это всё, что осталось. Остальные отошли отхилиться. И листом умерли. Как ты говоришь, я очень сильно не доценивал защитника веры. Всё же танки не смогли это. Ну, он в танке, да, вышел хорошо, но вот кроме танков вообще ничего нет. Я плохо воюю, я отрицаю. И Виктус хорошо воюет? Нет. Не будем кривить душой. Я, если чё, тоже плохо воюю. Качечка, а ты хорошо воюешь? Ты же видишь, ты уплыл, потому что хост. Я уплыл, потому что хост? Да. Ну, ты же как-то такое упущение. Я уже смаковал, как разобью сейчас 6 кораблей. Греческая смаковница. Да. Греческая, я шотландский. Шотландский смаковник. С причмокиванием такой смаковал. Да, урана у меня дофига. Так, вообще я авиацию открываю. И в ракетостроении иду. Ага, 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 ну да. Всё верно. Ну, мне на самом деле кажется, что американец тут особо упарываться не будет. В этом смысла вообще никакого нет. У него неплохие показатели по науке, поэтому упарываться в войну не будет. Да, пусть какой-то профит от этой войны получится. Поведение диверсии на производстве. Ну, может, что-то не нужно. Так понимаю, Крузин не хочет, так как хочет забрать у меня из-под носа Берлин и Магдебург и Ахен, и всё, да? Я правильно понимаю. Я вообще даже Магдебург с Ахеном не собирался особо забирать. Ты хочешь просто забрать Берлин? Он хочет квест, как я понял. Квест на что? На Берлин. Да, ну ладно. Допустим. Ну и на следующий ход он, походу, берёт. Есть такое мнение. Там и Защитник Веры, и этот, и Виктор, а тут, а тут ничего. А нет, тут нас влюблены. Тут есть крестовый поход, в принципе. И что ты хочешь сказать? Возьмёшь Берлин и отступишь? Ну, посмотрим, не знаю. Но если будет так же легко, как бы может и нет, а если придётся тратиться, то зачем? Так, ни с чем. Апостолов шинут пригнать. У нас по очкам науки 486. Кстати, давайте тут глянем, сидят спецы. Да, вы в курсе, эта карточка, которая, боевая мощь против фоноверцев, она работает против фатеистических держав? Нет. Нет. Ну вот против Берлина сейчас, но Герма не работает. Ну и у меня против тебя работает. Вроде логично. То есть, если ты не основал религию за игру, то против тебя, карточка, не работает. Нет. И испанский бонус не работает. Или испанишь тоже бонус, да? Да, не работает. Вообще, со спанией, реально там, есть рядом с спанией, защитника веры, не брать не нужно. Вообще, религию брать не нужно. Но это если ты серьёзно играешь, и не как я. Ну, там как бы за Испанию, мне кажется, выгоднее защитника веры брать. Нет. Я имею в виду не испанцу, а там, кто рядом. Нет, это зачем? Ты будешь получать плюс 2 от защитника веры. Нет. Ты когда захватываешь город, ты сразу получаешь профит. ты имеешь в виду испанцевый брать? Да, да, когда крестовый, ты захватываешь город, и твой бонус пропадает на конкурсадор. Да, или там на чём-то. Ну, да. в ситуации. Плюс, когда ты захватываешь город, Испания сразу там свою религию делает. про защитника веры скажите мне, за кого непрофитно его брать. От всех. Просто, окей, спрошу, кому он помешает? Да кому угодно. Я говорю, рядом с испанцем, как бы, ты бонусы не получишь практически. Смотря, что ты хочешь, чего ты хочешь достичь. добиться. Так, а вот тут надо патрулировать будет. вот ты уплыл в невидимость. Где мне тебя теперь искать? В невидимости. надо орбитальный сканер. Что? Я могу разрушить Берлин? А. Это не столица. Это же не столица, точно. не тот город. Придется идти дальше. А мы играли, и чувак переименовал, захватил немца и попереименовывал все города его. И мы сидели по карте угадывали, где, где столица немца. Ничего, что там есть пометка. Нет, он был в другую страну и убил немца. Нет, все равно там пометка. Подожди, бывшая столица пометка есть. Там перечеркнута вот. Но я мы тогда не знали этого. Ну, я лично не знал, и мы искали и угадывали, на какой город ядерку бросать. Со второго раза угадали. Ну, чтобы забрать. Или, может быть, эта пометка появилась после какого-нибудь патча, знаете. Ну, это давно было. Ну, сразу где? А, вот, ракет-дед есть. Действительно. Причем пометка захвачена столица, ее видно лучше, чем оригинальную столицу. Как это ютландское сражение у нас? Выходи, Халецкий. Я кружу вокруг твоих кораблей и готовлюсь нанести удар. Мне хочется, чтобы ты там боялся, знаешь, как из тумана когда будет выплывать. Так и есть. Это же тут дело пары кликов, чтобы проиграть на самом деле. Я на самом деле специально вот так вот потолкачечки, но для того, чтобы он апнул армию, там лоскабрик, там орвал. Объявил мне войну. А в Хэггингтоне лучники. То есть, я не могу его забрать никак. Так и у меня в Кракове лучники. Это ракетного крейсера два хода, ёпошу. Чё за? Чё за? Чё за? Блин, у меня заплыву назад в грузе спрячет. О, а мне три хода. Точно. Пойдем в ракетные крейсеры. Там хорошо напомнил мне линкоры. как раз я приплыву. Ни хрена себе, я шесть армат линкоров, а не Евру-5. Так что не плыви сюда, уходи. Нет, я кружу, как коршун вокруг твоих кораблей. Как коршун, уходи. Как коршун, как коршун, уходи. Ты алюминии откуда-то взялся. открылся. Татоши забирай с собой. Какуша и Татоши. Блин, я постоянно в каких-то войнах тут. Когда я там мир заключу с немцем. Давай со мной. Давай со мной, мир. Два хода до немца. Два хода. Качечка, ты мне войну объявил. Ты приплыл кучей линкоров брать твои города. Что ты рассказываешь? Качечка, ты приплывал ко мне своим флотом. Я тебе войну не объявлял. Одним кораблем. Откуда я знаю, я видел. Я тебя просто привел, чтобы ты увидел, какая у меня сила есть. Отличный, отлично. Я могу тебе дать тысячу денег за два корабля и мы меримся. Тысячу денег они сейчас тысячу стоят. Я сейчас гляну, сколько не стоит. Я могу тысячу дать. Они три тысячи должны стоят. сорян, один линкор 860 стоит, а ты мне две, ну, две звездочки это стоит, это ж не армада. 1600 могу дать. Все, не больше. Я подумаю. Что тут так это, спасовал? Давить надо этого, Халецкого? Не-не-не, тут, понимаешь, очень опасно плыть в туман. Я не поплыву в туман ни в коем случае. Тем более у него маяк, понимаешь, тут я в проигрышной ситуации очень сильно. Андетка, убери всадника. Какого? на дороге между паттунами. через его пройти, что ли? Ну, естественно. Я просто хотел прохивиться. И вот этого ученого надо покупать. Ты там усилиться будешь дольше. У тебя военной мощи на тысячу больше. 2600 против 1600. Понимаешь, вот я плыву, отвлекаюсь строить домики, вылетает Халецкий и бьет мою половину кораблей. У меня сразу на тысячу меньше. Это вода. на воде я... нет. Фига, как ты серьезно относишься ко всем этим событиям. Ну, у тебя городов-то семь штук. Слушайте, а вас не беспокоит, какой катечка сейчас ученого заберет какого? Ну, купи за веру, бля, что-то, не дай. А у него инженера оставил. А чем нас это может, чем мы можем помешать? Ну, время, мне кажется, уже с ним воевать? Нет? Никогда у тебя воевать скорее закончится союз. У него городок. У меня семь ходов. Семь с половиной городов. Если тебе некуда караваны отправить грейту, ты можешь со мной союз заключить и ко мне отправлять. Или? Потому что катечка явно сейчас улетит просто. Ты будешь посылать караваны вот эти египетские города. Можешь ты городов-халец тут не достанешь. Здрасьте, достану. Достанет он все. 568 науки. А, качечка хитрый. выбрал карточки. Уже меньше стало. Это проект Леш. Жесть. Говорят ученого во всех городах. Ребят, улетает шотландец, улетает тут. Как бы конечно можете допиливать немца, но я поддержу с моря, но дальше надо что-то делать. У него этого сам только флот. мячки то еще надо быть. Эх, минус киолин. А тут минус киолин. Я сейчас пока передача хода проморгал танк свой. Велика потеря. Так вот тут надо Я люблю свой Танк не работает. Там был почти как город так же ценен. Может я никогда это ученого еще не брал. Отстаньте. Давайте ощутить мощь. Так. Последний ротик должен брать очков его купить. Грэви аж еще пехотеин средний походил. У него мало хп. Ну и... Не, он не возьмет. Так, а что я там взял? Грэвлер извода. Что забавно, я могу танк атаковать вот это он не хотел сам сует дупного дамажится где-то наполовину а танк при этом умрет. там же бонус защиты надо было купить. Давай я тебе упрощу задачу. Это все меняется. Чтобы счастье вокруг распространяется. Даже этот город не берешь. И надо будет взять карточку на... через два хода. Да. Ну так тебе имело смысл убиться тем и взять вечер. Шутишь что ли столько несчастья получить рычу? Сколько несчастья? тонн на одного юнита. За смерть армии на территории противника не знаю там где-то 4 или 5 несчастья сразу будет в этой пусть. Разве оно считается 2 но как за одного юнита убираем. Как за 3? Да. Ох нифига себе. Я думал ну смысл армии в том что они кольца одного юнита дают. Урон есть? Урон? Уран. Есть. За ураном обращайтесь в Грузию. Крей. Я хочу говорить в ставке урана но нам нужно союз продлить для этого. не какой союз дайпай ну качечка улетает не улетаю я вранья это обман зрения не бери тогда этого ученого что ты дадите чему я не могу я не могу не этот не пропускать правила такие я да да только ты проекты делаешь на него ну ты на его делаешь просто чтоб науку чтобы быстрее выйти в рейсер не трэнди отвечаю это все школьник это он меня заразил я раньше никогда не следил за этим чёным у немца не открыто мореплавание ну у вас не надо не просто не кто сейчас будет страдать кто сейчас будет плакать халецкий а ну и чё ты не заражишь ушки ушки вам улюши так замечательно справлять ну или я буду плакать действительно кто-то должен плакать в этой игре если у меня ты убьешь то я думаю играет тебя нет ядерки ну кто-то я в отличие от вас еще даже не открыл их так 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 мне надо еще эти линкоры достроились надо ли мне достраивать и открыл уравну я не открыл манюга надо все остальное я смотрю ты американец большой профит получил с войны да да отличный профит на минус 200 науки почти да так а чё ты сжёг то его о в грузии демократия потому что у меня и так проблемы с удовольствием а я город он вообще никогда не дает один район дурацкая это давай замиримся говорю и сразу же на убыль пойдет я хочу ахинт на самом деле я хотел ахинт когда начинал эту войну чё ты хотел ахинт? да ну у тебя союз с грэем а грэй если тебе только сам его отдаст ахинтон грэй так мы будем союз сделать или нет? я пока не уверен по этому грэй ты будешь отдашь мне ахинтон ну хотя бы в том что ты не будешь продлевать союз с шотландзом ты уверен? да это это не ну и кстати американец если ты сейчас берешь ахинтон он тебе просто отвалится ну если ты его получишь хотя надо бы гейтенберг унистажать или захватывать не мне не понятно с этим ходом где-то 8 тысяч рублей стоят он все равно далеко там же справа еще сверху есть города мои ну он прир тоже дышит мне кажется тут рир вообще город никакой ну то есть окей ты уничтожишь тот этот и останется ахин в волом поле что это вообще будет? связь смысл от войны было в том чтобы захватить города более менее нормальные получить ресурсы роскошь и там чудеса бонусы небольшие так желательно мне линкор не терять ну там что я его отведу я предлагаю в крейсеры ну сейчас в колесе поиск надо выполнить ну это на следующий ход мы будем грейм они мне тут не понравился смех вот честно реально вот этим смехом надо озвучивать аниме обе но я даже не загрузился это не честно я вот ну качечка что ты предлагаешь считать да ну мы теперь как бы квиты да я два без счета убил ты два без счета убил ну да я предлагаю вообще не воевать ну смотри я перестал читать проект и все качечка мне мне бы хотелось чтобы ты был в напряжении потому что если мы перестанем воевать то ты просто тупо я в напряжении так булки сжимаю грей грей этот сейчас меня будет убить нет если мы будем не будем воевать то есть ты все свое это все свое естество кинешь на научную победу я хотел но видишь настроил флот я вот тогда кто 20 они все равно офигительного великого ученого берешь в америке фашизм на колесо стык случил на тучатом мир не мир а кстати надо с немцем так слушаем или 5 себе три урана ты чего и немец от меня мир отлично хочешь тоже блин блин какие кто еще на мир грей хочешь мир нет грей точно не хочет я смысла не вижу есть то было сопротивление как бы это ну тогда окей а так то зачем перекинуть чтобы она по всему фронт ушло в принципе да таймер динамич можно вообще все успеть ну да это сюда опять стоит ли мне морские порты строить в общем вопрос нет давайте в банке бы еще имело смысл конечно ему надо еще исследовательский грант потому что наука 413 458 ооо американец уже осталось ну знаете походу мы тут вдвоем с качечкой вот сейчас на самом деле и я думаю ну в ракетостроение надо один ход открыть не изображать что я в него выхожу блин не забыть я вот часто забываю отменять жалко у меня этого магнуса кто-то ну блин у меня тут повышение для губернаторов оказывается блин так пингалу где он у меня сидит в познании может лаборатории все таки построить местами ну чё там проект манхэттен никто еще не построил нет ты построил вы такой получником можно найти города проверю еще блин несчастье у меня постоянно он чудак жилья них а ну потому что губернатор свалил блин а что дает такое офигительное слушайте а нехватка жилья она ваш ну вот если сильная нехватка жилья она на что влияет ну кроме роста естественно все тогда не старает из дарма бернацем убрали ты краковый смотришь нехватку жилья да то ты мне убрал губернатора нет аж давно нет шпионов у тебя значит качечка не в том случае кочевряжечка наша кочерыжечка так так получается не моя вина просто видишь он качечка а у тебя кряков кряков да исконно наши земли я блин даже сейчас переименую ради этого дела или а где ты переименованный городов никогда этого не делал на листок нажимаешь и сверху слева на какой листок там слева ну показать информацию о городе и сверху слева список может не знали для стоп все мы переименовали город это хороший знак все выплываю лишь жди да да это приманка минца есть что крути минца что то есть в смысле круче эсминца сильнее лодки чем эсминец есть ракетный крейсер наверно нет нет но он же стреляет ближнего было а наверное нет нет эсминец эсминец моим покруче рк у него 80 а у ракетного крейсера 70 защиты да но стрельба то 85 ну ничего страшного 10 крейсеров на 10 эсминцев я думаю проиграть не это за не уважал один раз каравеллы просто куча каравелл против кучи фрегатов я так сдулся не куча каравеллы против кучи фрегатов да ну тут зависит от того сколько то есть то есть наоборот каравеллы победили ну я понял было 8 на 8 даже когда вот мы тогда норвегия против как его да вот с тобой тоже та же фигня там же как раз я у меня как раз больше всего каравелл было а не фрегатов и очень неплохо стояли в хлам я бы сказал так а все те где машины ваше измея на лодочке распространяется бонус ну броненосец наверно можно опнуть или нет но там как написано ладно сейчас почитаю я может кто-то на милишный по моему ол юниц на все до дополнение признательстве и это как это 150 на лодке получится слушать их можно миллион лет очень очень много для даже круче чем да да давай это ведь получается их на посилов и на сетлеров работает ну так между прочим и на археологов и на шпионов и на инженеров давай всех перечислим я вспоминаю просто эти гражданские не военные отойду чтобы он просто не убил в то время как я карточки переделываю так содержание юнитов и апгрейд я у вас тут скидка на улучшение вот это дальше экономика наши торговые пути к городу союзника это мы возвращаем шпионов наверное не будем делать там на севере такой забавный военный лагерь но тиши этих варваров титры хотела повстанцы нефть рядом удерживаться удовольствием всех городах с двумя и более специализированными а тут еще наследие все города с районом это жилье и довольство блин я вот эту хочу еще поставить плюс одно удовольствие вместо плюс два жилья вот так жилье мне уже не надо по моему моему скромному мнению что хиденберг никто брать не будет там сама творится ну да а дальше ну сколько 450 85 ну нормально почему что у нас тут мало ты потому что потерял правительственную площадь во-первых который давал шпиона может потех по цивикам не хватает очень нехорошо к этому моменту мало денег иметь на самом деле что шотландцы наверное не могу посмотреть может у тебя там в тюрьме сидят шпионы кстати надо проверить серьезно ты принял против меня религиозный кризис я не принимал я принял я принял ну а чубы не я принял я принял я принял я принял я принял на 2 самолета на 2 самолета ну 4 авианосца с пониженной силой против всех ну они флот хорошо бьют не надо рассказывать не авианос реально вроде бак какой-то был это против митов только да ничего у них не понижена просто флот они бьют хорошо глубь бьют лучше бомбардировщики флот города нормально бьют ну смотри там самый крутой ракетный крейсер у него всего лишь 70 а у прокачанного этого истребителя на 17 год моему так за не бомбер должны хорошо бить ну так как его не раундер и бобра прокачанного куда пойдем куда пойду я динку наверно в термо ядер смысле операции или вот это вот все а потом надо в дальнюю суть универта вахи не сломал что за изверхи когда там я конь продавал хе-хе-хе суша а зачем нам немец декларация дружбы что она нам тут даст будем дружить можно что-то хорошее выйдет ну давай дармаций дорого германия скоро превратится в город государств и не привыкать так этот на какие юниты промышленеры нового времени сейчас не помню ну священная римская империя там была куча мелких княжеств большом то есть как как города государства обменная назвать даже я думаю что надо сжирать заберет европа очень познавательно в этом плане универсалис блин или может быть даже кто-то заключит с германии союз прости чисто символически плюс одно удовольствие ну те шотландец я так скажу я те и так вижу не знаю почему походу это баг но да нет всю карту видно из-за этого ну военного там предательство какого-то когда на своего брата поверено под это просто не наш шотландцы я вижу прямо в открытую без туману на смысле нападать на брата поверить чувак так ты на меня и напал ну это очень круто когда ты сосредоточен чувствуешь ты чувствуешь боль вот за это то что ты на католик ты католика поднял руку ты по-моему впервые в этой игре стант у меня англиканская церковь посмотри на свои города они все католические правитель у них протестант это значит что скоро его словят и повесят или голову отрубят скажи скажите генриху 8 чего там там как раз дофига было протестантов не отрубили а он вообще оборзли все католики а у тебя все католики и ты один протестант нет ты протестантов просто еще меньше еще кстати у меня представлена немного религия грея 2 глиста я помню кто-то назвал это да это то что немного сейчас исправим уже не конкурент в этой гриме надо исправлять от тебя здесь не хватало да конечно надо бы действительно поднастроить ну а что германия чуть закончился ставить сто процентов . есть полячки на болячка но магдинбург неплохой город и району ну это заеду сейчас на порогах там все равно по дороге грузия построила лабораторию ну что это играет сейчас миллион науки будет хватит уже 507 уже у польши больше нам почему так ты проекты перестал делать естественно спасибо войне не я во время войны кстати цел проект просто я уже вот и забрал качечка этого ученого я получу скорей с вами пожалуйста тебя можно воровать тырить нет у меня нельзя воровать тырить тогда губернатора придется этого купить сейчас помиримся грузин ты отдашь меня померимся для все же старается в большом гибриде игрой это напасть нанялся но было на халецкого нападать халецкого думала нападать по сразу после француза да это хорошая была бы идея но с другой стороны опять же ты бы терял свои два города в все здесь по моему в данном случае не надо было ни на кого тут нападать нет я говорю что надо было напасть сразу так территорию не видел примерно то есть я видел этот качечка ну дай ты поговорить у тебя я был еще в родствовало тогда я видел лодзь кряков и этот Люблин частично но видел как бы меня устанавливало то что я во первых не был уверен что я хочу воевать сразу после француза во вторых там очень дурацкий проход ребят я прошу прощения все ко мне шпионов посадили кто-нибудь к шотландцу посадил у меня каждый ход по 4 шпиона что-то делают у меня просто а в 4 даже да и я я могу сказать что только ты посадил тут блин я закинул к тебе своих 4 шпиона и отлично убирают губернаторов сейчас еще один у меня нет ни одного шпионов польша честно значит американец еще гайзет я нету шпионов у тебя немец не буду говорить я не буду говорить дядю есть один но ничего не делает короче все все соврали я так понял я тебе так скажу что у шотландцев было два шпиона у тебя лёша потому что я их тоже но он честно признался что у него мяч 4 шпиона сидят стану почему тогда вижу только два только что сделали они возвращаются домой они же граторов убрали пешком идут домой сам тебе крях я думал это очень удачная шутка чем по моему отличная шут нормально подальше держать а уже когда будет можно но вот сколько без карточек стоит этот строить и сменить 6 ходов всего четыре подождал до карточки 8 при этом лучше фанц вообще свой отдельно такое действительно остров с собственным континентами я такого данного не видит что суд не шпионов вообще он дед как оказывается у тебя мой шпион сидит что ты хочешь за него давай рисуем пол царства и коня как насчет в рот слава чего шпиона какие-нибудь более нормальные предложения есть но если ты не будешь поставить ко мне шпионов не буду не буду поверь тут есть чувак другой то за ресурсом дом хранится уже кислотом можно есть за гипс эти кину предложения у меня вроде гипс есть они не должен быть у египта я с кем-то торгуете гипсом да у меня есть линия ну смотри тогда что то возьми игрушку игрушка ж одна у меня второе вернется же через какое-то время нет игрушка просто одна я ни с кем не торгую игрушкой так и игрушка где стуки должна у вас не как раз игрушка по одна вот джинсов там уже двое например шоколад у тебя есть ртуть и я все есть огни космодесантники на карте все в космос собрались у меня мало сейчас денег ну суши нужен же шпион чтобы как-то с шотландцем взаимодействовать пока сделаем так я не знаю с кем там гипсом торгуешь ты можешь просто перестать это делать отключенному торгую вероятность побега плюс четыре уровня но при этом его поймали нормально грей от их маяться заглянешь потом я пока не решил а тут с людьми кстати как надо уничтожить последний город или до последнего юнита столице надо забрать нет он спрашивает когда игра заканчивается для человек да все города потерял или когда все юниты когда ты потеряешь последний город потеряешь все твои юниты пропадают прошел спасибо ухты гонкон слушайте гонкон вот это классный тоже озарение для всех технологий функционеры надо будет купить ночью таковым ну как промочка если вложить с послами туда девочки же не видно я тебя бы не нашел с культурами у меня часа новостроились ну то есть я получал культуру конечно так здание веры я флот халецкого признавайтесь взрываю что он в море плыви в туман нет да нет что ты такой цикунишка маленький на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока